Всем привет друзья, с вами Гемелькер Марка, это второй Рим, продолжаем обзор турнирных боев, сегодня будем смотреть бой Бэйбика против Центуриона, фракции Арверный против Рима, начнем с состава у Арверного Бэйбика, так, 4 отряда тяжелых садников, избранные копейщики, избранные копейщики, 4 штуки, за ними идут избранные мечники, 4 штуки, генерал, это присягнувший, плюс 1 ногой воин, плюс к этому кельтские праздники, 4 штуки, 1 крестьянин новобранец стоит в тылу, очень странный состав на самом деле, но посмотрим как сыграет Бэйби этим составом, теперь смотрим на составу Рима, первая линия пехоты, это вигилы, 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 4 штуки вигилов, на флангах по одному отряду союзной пехоты, дальше, когорты авокатов, когорты авокатов, когорты авокатов, легионеры и ветераны, претерианцы, легионеры и ветераны, кавалерия, это союзная конница, 2 союзная, эквиты союзники, союзная конница, эквиты союзники, союзная конница, стрелки, союзные болеарские, прачники, 2 штуки, смотрим что тут будет происходить, 4 кельтские пращи против двух союзных болеаров, ставлю на болеаров, очень широко здесь построился бэби киллер вся армия у него фактически в одну линию выстроена, но это все ерунда, потому что избранные копеечки, конечно, крутые парни, но вигилы в квадрате они будут убивать очень долго, а за это время, когорты авокатов, в принципе, может расправиться с избранными мечниками, учитывая то, что пристегнувший всего лишь на всего один, римской пехоте здесь римской пехоты может хватить, скажем так отступает центурион, он хочет избежать окружения, поэтому он судя по всему будет атаковать один фланг и судя по всему это будет его правый фланг вперед выдвигаются кто-то вигилы на самом деле было бы легче атаковать и левый фланг, потому что на правом фланге там стоит пристегнувший и на этом фланге атаковать будет тяжелее так кого фокусит здесь центурион я не могу понять на самом деле вигилы встают в квадрат получают они пилумы и очень много народу они теряют с пилумов выдвигается вперед мечники рима расстреливают все таки сами болеарами прачников центурион минус одна прача уже убежала заходят когорты авокатов на избранных копейщиков но здесь стоят парни можно в принципе пойти и атаковать почему бы и нет начинает свою атаку на другом фланге бэйби киллер кидает пилумы здесь в вигила очень много пилумов получает бегалага и на него заходит вот здесь в принципе вот стоят мечники рима их можно вводить в бой и вырубать этих копейщиков пока мечники не помогают пошла атака по пристегнувшему здесь легионеры ветераны заходят на избранных мечников они их вырежут к херам собачьим что здесь вот стоят мечники рима как-то очень неуверенно действует здесь центурион пошел бой опять это у нас претарианцы на избранных мечников избранным мечником хана здесь мечник на мечника хороший момент легионеры ветераны опять стоят но можно зайти и вырезать этого избранного копейщика союзная пехота держит на себе претарианцев пристегнувших и что тут здесь легионеры ветераны постепенно начинают перерубать избранных мечников но сейчас ему в спину зайдут пристегнувшие и тогда этим парням кирдык союзная пехота убежала вот здесь стоит до сих пор претарианец вообще ничего не делает он перетестируется по избранным копейщикам и судя по всему этот фланг затащит Центурен а вот на другом фланге у него серьезные проблемы Попытка прочаржить в тыл но это такое получается чарж не в тыл а во фланг в любом случае неприятно но не так больно как могло бы быть союзная пехота сейчас будет помогать союзной конницы убивать многих воинов которые понесли очень серьезные потери с натиска и с одним отрядом своей кавалерии вяжет два два отряда конницы Рима бэйби киллер вот здесь можно в принц ага нет здесь прикрывает тяжелый усадник стрелков я этот момент не заметил огромная масса войск у арверна заходит на фланг но вот здесь куда он бежит этот претарианец он здесь ничего не сможет у него нету цели для претарианца здесь понимаешь это все будет убегать претарианца будут расстреливать здесь в бок к легонерам и ветеранам заходят избранные мечники вот этот претарианец он пригодился здесь против пристегнувшего постепенно вырезают на другом фланге друг друга бойцы вот здесь тыловой натиск это очень неприятно тыловой натиск ну и вот здесь претарианец пошел куда-то вперед вот увидел что он никого не ловит развернулся чтобы зайти в спину к избранным копейщикам и получил в спину снаряды от гельских прачников и все ему уже отступать нельзя потому что его в спину расстреляют на тяжелую на легато выдвинулся здесь тяжелый усадник погибает здесь эквиты союзники здесь когорта эвакатов сражается с избранными копейщиками в стене щитов да разбегаются все от претарианца и его сейчас будут кайти легионеры ветераны разорвали здесь мечников преследуют их надо развернуть и приказать атаковать пристегнувших сейчас легионеры ветераны отхватят натиск в спину хотя нет ну вот здесь они отхватывают пилом их спину надо разворачиваться и вступать в бой с пристегнувшими в принципе легионеры ветераны могут очень неплохо проходить пристегнувшего пошла атака тяжелые усадники здесь в тылах шоркают и здесь им помогают избранные копейщики это очень очень плохо для рима он претарианец бедный он мог столько пользы принести но одна ошибка и все и он уже не удел и он уже абсолютно ничем не поможет своей армии побеждает здесь бэйби более грамотно он действовал допускал он просто меньше ошибок чем его визави и за счет этого он побеждает грамотный раш со стороны арвернов что можно сказать по цифрам особо здесь выделить некого боляры сделали 124,87 у арвернов тоже особо выделить некого две прыщи хорошо отработали 55,70 ну и относительно неплохо ногой мечник 123 фрага сделал побеждает в этом бою бэйби киллер всем большое спасибо что вы смотрели с вами был гимель карбарк надеюсь что вам понравилось ставьте лайки комментируйте очень скоро увидимся всем пока 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 пока